Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня мы говорим каратенчика о нарушениях чувствительности. Этот выпуск помогла мне снять Григорию Ольгу Владимировну, врачи-остеопат, кандидат медицинских наук. И именно она в конце вам покажет, как можно дома проверить, есть ли у вас нарушение чувствительности или нет. А я сейчас каратенчика вам расскажу о том, что же может быть причиной нарушения чувствительности. Наиболее часто в основе нарушения чувствительности лежат проблемы центральной или периферической системы. К этому могут приводить травмы, доброкачественные или злокачественные опухоли головного мозга, проблемы с кровотоком, а также психиатрические заболевания. Расстройство чувствительности может наблюдаться при анемиях, сахарном диабете, о котором мы очень часто говорим на канале, артеросклерозе, инфекциях, дегративно-дистрофических поражениях позвоночника, о которых тоже мы очень часто говорим на моем канале. Естественным же причинам к нарушениям чувствительности относятся длительное пребывание в неудобной позе во время сна, алкогольном опьянении, дефиците витаминов, сильном переохлаждении. Влияние некоторых лекарств может провоцировать нарушение чувствительности. Неправильная работа за компьютером также может нарушить вашу чувствительность. Особенно это будет касаться чувствительности ваших пальцев. Реабилляционный период после некоторых операций также может нарушать все виды чувствительности, в зависимости от того или иного вмешательства в ваш организм. Также при беременности тоже иногда наблюдается нарушение чувствительности. Ну а я передаю слово кандидату медицинских наук, остеопату Ольге Владимировне. Она сейчас вам расскажет о том, как дома проверить, есть ли у вас нарушение чувствительности. Если вы обнаружили у себя один из этих признаков, можете обратиться к нам в клинику. Мы, соответственно, будем бороться с данной проблемой вместе с вами. Хочется рассказать, какие существуют нарушения видов чувствительности. Потому что зачастую пациенты пишут в вопросах, задают на консультации. А вот если я не чувствую ничего, не чувствую рукой, не чувствую ногой, начинаю спрашивать, а где жду на себе, чувствуете, да, чувствую. Касаюсь, чувствуете, да, чувствуете. Что же тогда не чувствую? Вот хочется сразу немножечко, ну не вдаваясь в медицинские очень глубокие такие подробности рассказать. Во-первых, существует нарушение поверхностной чувствительности и нарушение глубокой чувствительности. Что относится к нарушению поверхностной чувствительности, ну которую вообще-то можно даже дома проверить. Например, болевая чувствительность. Проверяем ее инвентарным каким-то покалыванием. Можно там зубочистки, не надо иголкой дыкать себя насквозь, это поверхностно. То есть вот я нажимаю, чувствуешь укольчик, чувствуешь. Обязательно проверяем симметрию. С этой стороны чувствуешь укольчик, одинаково лево-право. То есть вот эти те позиции, которые мы должны проверить. Соответственно невролог проверяет, начиная с лица. Чувствуем укольчики. Чувствуем укольчики по всем веточкам, там тройничным, лицевого нерва. Дальше мы проверяем там по горизонтали. Так чувствуешь укольчики? С этой стороны чувствуешь? Да. И так по всей поверхности тела. То есть с более частым шагом, конечно, на приеме, когда мы проверяем. Но если у вас возникло ощущение, что что-то, вот я перестал чувствовать, возьмите еще раз что-то типа зубочистки. Не надо насквозь себя иголкой прокалывать. Это поверхностная болевая чувствительность. Еще у нас есть поверхностная температурная чувствительность. Мы ее можем проверить, но касаясь чем-то или холодным, или наоборот достаточно теплым. Теплым не надо, ажурки создавать человек. Но здесь в данном случае холодная вода. Я об этом человеку не говорю. Спрашиваю. Чувствуешь температуру? Да. Холодная, горячая, теплая? Комнатная. Комнатная температура, правильно, я наливала из крана. С другой стороны. Так же. Так же. Ну и соответственно мы проверяем и на животе можем проверить. А тут холодная. А тут как? Опять мы делаем скидку на то, что здесь человек ходит с открытыми рукавами. И он привык больше чувствовать какую-то прохладу. То есть перемены температуры. А здесь более нежные. Тут тоже. Ну вот по лицу видим, что ему прохладно. То есть это адекватная опять же разница. Ну в общем-то оцените, это конечно все-таки должен врач. Ну вот если вы в первом приближении хотите проверить, то так. Дальше. Есть поверхностных чувств. Ну вот это то, что можно дома проверить. Дальше можно из поверхностных чувств проверить банальную тактильную чувствительность. Касаешься или нет? Да. А здесь? Нет. А здесь? Соответственно с другой стороны. Обязательно проверяем симметрично. Касаюсь? Да. Да. Нет. Все. Все в порядке. То есть человеке не предупреждаем, где коснусь, где не коснусь, что будет. Существует понятие глубокой чувствительности. Один из видов легко, который мы можем проверить. На руках, на ногах, на шее. Точно так же. Я касаюсь? Да. И сочетанная проверочка. Куда кожу двигаю? Вверх. Куда двигаю? Вперед. Куда? Комни вниз. Назад. Вперед. Немножко запутывать пытаюсь, чтобы не мог подыграть. Да? А здесь куда двигаю? Никуда. Никуда. То есть немножечко вот такой секрет у нас существует. Как еще мы можем проверить? Дай мне руку, пожалуйста. Закрываем глазки. Какой пальчик беру? Указательный. Куда его двигаю? Да никуда. А сейчас? А вверх. А сейчас? Вниз. А сейчас? А сейчас? Ну и вбок. Так. Какой пальчик беру? Безымянный. Куда двигаю? Никуда. А сейчас? Вниз. Здесь у него все в порядке. Так можно, в принципе, все пальчики проверить. Здесь куда? Никуда. Никуда. Берем колечко. Куда двигаю? К ладони. К ладони. Сейчас куда? К ладони. Сейчас куда двигаю? Вверх. То есть я таким образом и скольжение по коже проверила, то есть поверхностную чувствительность и немножко, когда потянула, проверила и глубокую чувствительность. Также можно проверить на ногах. В принципе, также можно проверять и складку, кожную складку в других местах. Поэтому, когда мы говорим о том, что я не чувствую, у меня нарушена чувствительность, надо обязательно понимать, о какой чувствительности идет речь, потому что и виды глубокой чувствительности, и виды поверхностной чувствительности относятся к разным уровням центральной нервной системы и периферической нервной системы. И также к глубине и, скажем так, трагизму поражения, как центральной, так и периферической нервной системы. Нарушение чувствительности – это очень серьезный показатель. Поэтому вот просто так играть терминами, что я плохо чувствую, у меня нарушена чувствительность, не стоит, надо обязательно обратиться к врачу, понять, что же произошло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...